В 2017 году дом жительницы Самары в поселке Зубчининовка признали аварийным. Жилье небольшое, всего четыре квартиры, рассказывает Самарчанка. Соседи переехали еще год назад, и жительница дома осталась одна. С вопросом о возможном переезде из аварийного строения она обратилась к главе города Елене Лапушкиной. Маневренный фонд – это одно из решений. Это одно из решений. А второе решение, что нужно обратиться в суд, да, и по решению суда мы могли бы приобрести вторичку. Глава Самары Елена Лапушкина поручила специалистам из профильного ведомства помочь составить исковое заявление и собрать необходимые документы. А вот Ольга Самсонова и Татьяна Морозова, проживающие по адресу улицы Некрасовская, 53, жалуются на нарушение тишины и покоя. Под окнами здания открылся бар. Жильцы несколько месяцев пытались вести переговоры с управляющим заведения, но результатов это не принесло. В дальнейшем, как бы, это у меня переписка там с ним бесконечная была. Делайте, пожалуйста, потише вашу вентиляцию, уменьшите там громкость вашей вентиляции. Потом у них началась музыка. Эти дискотеки у них пошли. И уже в мае этого года я с ним уже прекратила всякое взаимодействие. В заведении неоднократно вызывали сотрудников полиции. Роспотребнадзор проводил замер уровня шума. Владельцев бара даже штрафовали, но необходимы более радикальные меры. Вы сделали как граждане, я бы сказал, такие добрые граждане, все, что можно от вас зависящее. Поэтому мы постараемся на следующей неделе ситуацию исправить путем обращения в суд, значит, о прекращении этой противозаконной деятельности. Все вопросы, с которыми обратились жители города к главе Самары Елене Лапушкиной на очередном приеме граждан, будут тщательно изучены и проработаны специалистами профильных ведомств. Ольга Павлова, Ксения Баканова, Николай Епифанов. События. Ольга Павлова, Ксения Баканова, Николай Епифанов.